Здравствуйте, в эфире новости АТН, в студии Оксана Пилькина и в начале коротко о главном. Я думал, они остановятся, они посмотрят. Я не успел даже их посигналить, чтобы их отвлечь внимание на себя, чтобы они остановились. Раз и буквально одну девочку произошел удар. И откинуло в сторону моего автомобиля. Смертельное ДТП на бульваре Ивана Каркача. Девятилетнюю школьницу сбил внедорожник. Врезали, вскрыли, вызвали уже с Харькова представителей. Но обнаружили на другой день, что это чума. Африканская чума свиней возвращается на Харьковщину. В Харькове, Дергачах, Балакле и Барвенково объявлен карантин. Торговля мясом частично ограничена. Задержан очередной цеховик, который готовил водку в собственном гараже. Нелегальное спиртное он тоннами реализовывал через интернет и точки приема металлолома. А теперь подробности. Смертельное ДТП на бульваре Ивана Каркача. Сегодня в 7.45 внедорожник сбил девятилетнюю школьницу. По словам очевидцев, девочка переходила дорогу в неположенном месте. Однако, кто действительно виновен в ее смерти, установит следствие. 7.45 утра. Автобусная остановка на бульваре Ивана Каркача. Из маршрутки выходят несколько человек. Две девочки и женщина. Обходят автобус сзади. По встречной полосе едет внедорожник. Все произошло за доли секунды, рассказывает водитель машины, ехавший следом за маршруткой. И буквально секунды они оббегают в маршрутку и выезжают, выскакивают. Ну как, даже не выскакивают, просто секунды. Я думал, да они остановятся, там, или посмотрят. Ну, я не успел даже их посигналить, просто чтобы их как-то отвлечь внимание на себя, чтобы они остановились. Ну, раз, и буквально одну девочку произошел удар и откинуло в сторону моего автомобиля. Водители остановившихся машин вызывают скорую и полицию. Говорят, девочка сильно ударилась головой, была без сознания. По дороге в больницу ребенок умер. В двухстах метрах от автобусной остановки – пешеходный переход. Это вузька ширина проезжей частины. На данной дельянке встановлено по напрямку руху автомобиля Митсубиси два дорожных знака «Увага дити» с вказанием дистанции 100 метров. С другого боку есть дорожный знак «Автобусная зупинка 252 маршрута». На данной дельянке пешеходного перехода немало. Есть ли нарушения в Организации безопасности дорожного движения на этом участке дороги, разбираться будет уже следствие. Мы видим, что на проезжей частины достаточно большая количество снега, снеговый накат по обе-две боки. И на месте высадки пассажиров нет такого заездного кармана, который бы давал возможность автобусу заезжать в карман для высадки посадки пассажиров. Поэтому пешеходы выходили на снеговый накат и по стежечке обходили стоячие автобусы. По словам очевидцев, внедорожник ехал с очень небольшой скоростью. Точную цифру установят специалисты. И только после окончания всех экспертиз можно будет делать выводы, кто виновен в смерти девятилетней девочки. Девять ей исполнилось на днях. Вспышка африканской чумы свиней в Харьковской области. В Харькове объявлен карантин. Торговля мясом на рынках и в магазинах частично ограничена. Продавать разрешено только свинину, приобретенную на мясокомбинатах. В местах, где находился очаг вируса, уничтожат несколько десятков свиней. Однако всем владельцам животных обещают возместить ущерб. Все постройки, станки поубирал, корыто попалил. Ну, практически чистая территория. Содержать свиней, говорит житель села Белоши, Василий Позняков, не сможет минимум полтора года, а то и два. В домашнем хозяйстве у мужчины было две свиньи. В начале января умерла первая, спустя несколько дней заболел их ряк. После отобранных проб биоматериала специалисты сообщили – это африканская чума. Врезали, вскрыли, вызвали уже с Харькова представителей. Ну, обнаружили на другой день, что это чума. Василий говорит, свиноматка через месяц должна была привезти поросят. Всех животных собирались продать, чтобы закрыть свои долги, которые накопились после длительного лечения его жены. Теперь надеются на денежную компенсацию от властей. У нас женка вот оболела, она перенесла за год три операции. Она операция дорогостоящая, мне пришлось вот эту всю технику фермерское хозяйство продать практически, чтобы закрыть это. Ну, сколько? Где-то еще тысяч двадцать, мы остались еще в долгу. Ну, мы планировали, располагали на свиней. Вот эти поросятся, часть поросят продадим, продадим вот эту свиноматку, продадим хрика и закроем этот долг. В облах администрации обещают. Компенсацию получат все владельцы свиней, пораженных африканской чумой, которые были или будут уничтожены в ближайшее время. Этот случай вируса чумы в Харьковской области с начала года не единичный. Их зафиксировано в 2017-м. Уже три. Сожгли чуть меньше десятка голов в Дергачевском районе и Балаклейском. Еще около шести десятков свиней умертвят и сожгут в Барвенковском районе. В связи со вспышкой африканской чумы свиней в Харькове и вблизи зон, где находился очаг инфекции, объявлен карантин. До конца февраля на рынках, магазинах и супермаркетах города частично введен запрет на торговлю свининой. Продавать можно только продукцию, приобретенную на мясокомбинатах. Запрет торговли мясом живым. Убой животных должен производиться только в специализированных местах, это бойня. И после этого реализовываться в соответствующих документах на рынках. В данный момент вспышки африканской чумы свиней зафиксированы не только на Харьковщине, а и в других областях Украины – Донецкой, Луганской и Херсонской. Лариса Говина, Андрей Домовой, агентство телевидения новости. Очередного цеховика, который незаконно производил нелегальный алкоголь, задержали правоохранители. Подозреваемый тоннами реализовал спиртное, которое готовил в собственном гараже. Принимал металл, но перешел на производство и торговлю суррогатным алкоголем. Работники прокуратуры совместно с работниками Управления защиты экономики областной полиции обнаружили подпольный цех, в котором незаконно производились спиртные напитки. Производство располагалось в частном доме и гаражах дельца, а реализовывалось спиртное через интернет, а также точки приема металлолома. Причем им нередко и расплачивались за принесенный металл. Во время обыска на территории подпольного производства было обнаружено около 9 тонн жидкости, похожей на спирт, и более 200 литров готовой продукции. За попередними данными, объемы цього виробництва подпольного складали від 40 до 50 тонн на месяц. Если перевести это в грошовый эквивалент, то это близко 2 млн грн. На данный момент вся продукция выложена. Досудовое расследование будет проводиться за статей 204 Криминального кодекса Украины. Это у нас выготовление неякисной речевины. Сейчас, рассказывает в прокуратуре, устанавливаются поставщики спирта, а также другие точки реализации. В частности, не перепродавался ли он в харьковские наливайки, которые, несмотря на постоянные рейды и проверки правоохранителей, продолжают работать. Также эксперты проверяют состав нелегального алкоголя. Использовали ли дельцы только этиловый спирт? А вот дело о производстве суррогатного алкоголя из метила прокуратура уже готовит к передаче в суд. Так, осенью минувшего года более сотни жителей Харьковой области умерли. Почти сотни отравились, попали в больницу и ослепли после того, как покупали на разлип и употребляли безакцизные водку и коньяк. Как выяснилось, их из метилового спирта производил 27-летний харьковчанин. Он с подельниками был арестован. Сейчас находится в СИЗО и предстанет перед судом, как только будут закончены все экспертизы, говорят в прокуратуре. Марина Николаева, Андрей Домовой, агентство телевидения новости. И далее в региональном выпуске новостей. Это не должен быть склопным и траванным. Это должен быть памятник людям, победившим смерть. Памятник героям небесной сотни в Харькове. Каким он будет? На конкурс представлен 21 вариант. Выберут самый идеальный и концептуальный. Но высказаться может каждый харьковчанин. В нашем магазине не бывает других таких либо игр данного типа с таким названием для детей, где указаны разные страны, в том числе и Украина, в которой входит состав Крыма. Сепаратистская версия игры «Страны. Флаги столицы» всколыхнула интернет. Украина, напечатанная на одной из карт, лишилась полуострова Крым, а Россия указана как владелица полуострова. Я являюсь уже большой частью конструкции данного проекта. Вложено очень много сил, бессонные ночи. Ведь что как сделать, либо так, либо так. Это занимает очень много времени. В ХПИ презентовали первую на постсоветском пространстве гидравлическую трансмиссию. Конструкторы говорят, экономичные трансмиссии могут пойти в серию, поценив в несколько раз ниже, чем зарубежные аналоги. Подробности через несколько секунд. Каким должен быть памятник героям небесной сотни в Харькове? Из 21 представленного варианта будет выбран наиболее идеальный и концептуальный. При этом высказаться может каждый харьковчанин. Ведь на Майдане во время революции достоинства погибло трое жителей нашего города. В Харькове по инициативе активистов Евромайдана проходит конкурс проектов памятника героям небесной сотни. Этот конкурс особый для Николая Котлера. Ради победы революции достоинства свою жизнь отдала его единственная сына Евгений. Женя погиб в кровавые зимние дни 2014-го в центре Киева на Институтской улице. Открыты памятники уже и в Канаде, и в Америке, и в Португалии, и в Италии, в Австралии даже открыли недавно сравнительно памятник. А восток Украины как-то с этим традиционно понимаем, какая здесь обстановка, и так запаздывал. И вот сегодня мне просто душа радуется, что столько много работ, столько людей пришло. Монумент, который будет возведен, в том числе в память о Владиславе Зубенко, который также не вернулся с Майдана во время революции достоинства. Его отец Виталий Зубенко говорит, что все представленные проекты пропускает через себя, чтобы понять, какие подтексты несет каждый из них. При этом с выбором наиболее достойного монумента Виталий еще не определился, но точно знает, каким должен быть памятник концептуально. Памятник единственное, что победителю. Ни в коем случае не памятник жертвам, а именно только памятник победителю, победителям. Это однозначно. То есть должен быть не только скорбным и травмным? Вообще не должен быть скорбным и травмным. Это должен быть памятник людям, победившим смертью. Всего на Майдане в Киеве во время революции достоинства в феврале 2014 года погибли трое харьковчан. Владислав Зубенко, Евгений Котляр и Юрий Порощук. Идеи монументально увековечить их память уже почти три года. Конкурс же на проект памятник был оглашен минувшей осенью. За это время отобрана 21 работа, как опытных профессиональных скульпторов, так и начинающих. Это тот случай, когда уместны слова, что скульпторы по-настоящему вложили свои души в представленные проекты. Конкурс открытый. То есть даже есть люди, которые привозили, я точно знаю, из Киева, скульпторы. Есть работы нашей сплакой скульпторов и фаховцев. Как правило, есть несколько студентских работ. И явно видно, что харьковские скульпторы прогрессируют. Они хотят работать. Они рвутся в работу. Они стараются, чтобы это все было профессионально и красиво. Проекты пока анонимны. Результаты конкурса будут проводиться 17 февраля. Рензайдеры обещают в своем выборе учесть мнение всех, кто посчитает нужным высказаться. Возведен же памятник будет на площади Небесной Сотни, которая до декоммунизации настила название «Площадь Руднева». Руслан Алтейба, Михаил Воронков, Агентство телевидения новости. Скандальная продукция, сколыхнувшая интернет. На прилавке одного из харьковских магазинов появилась развивающая игра «Страны-флаги столицы». На одной из карт напечатана «Украина без Крыма», а владелицей полуострова указана Россия. В издательстве уверяют, что это была ошибка дизайнера, и вся продукция изъята из продажи. «Украина без полуострова», а Крым в составе России. На просторах интернета появились и быстро распространились скандальные фотографии так называемых карточек Домана, где нарушена целостность страны. Методика американского врача-неерохирурга Глена Домана призвана знакомить малыша с окружающим миром путем карточек, изображений простых объектов, животных, растений, предметов и государств. Но больше всего граждан возмутил тот факт, что приобретена развивающая игра была в одном из торговых центров Харькова на Холодной горе. В самом магазинчике поспешили откреститься от проданного товара. «Да, ну, собственно говоря, вот сами карточки Домана по просьбе достала, один из, на вскидку. Но у нас как бы… А страны, скажите, страны, территории?» «Нет, я знаю, о чем речь, но тех карточек мы не получали, которые вы, собственно говоря, пытаетесь найти. И у нас их, в общем-то, и не было». Продавцы от общения с прессой отказались. Чтобы разобраться, действительно ли в Харькове торгуют сепаратистским товаром, съемочная группа посетила ряд детских магазинов в центре города. В продаже есть только украинский вариант игры «Краина», «Пропоры Столыци». И тут с изображением на картах Украины все в порядке. Остров включен в территорию государства. Сами же продавцы и управляющие уверяют, а подделки впервые слышат от журналистов. «В нашем магазине не бывает других каких-либо игр данного типа с таким названием для детей, где указаны разные страны, в том числе и Украина, в которой входит состав Крым». «А вообще попадались вам на глаза?» «Не попадались. Ни других издателей, ни на другом языке». «Попадались ли вам на глаза, вы работаете в этой сфере, какие-то книги, развивающие какие-то игры, пазлы, где территория Украины изображена без Крыма или наоборот, карта России изображена с Крымом?» «Ну, из того, что у нас есть, из того, что я видел, мне такое не попадалось. То есть я не встречал. И в нашем ассортименте, и в этом». На нескольких точках на книжном рынке тоже демонстрируют патриотичный вариант развивалки. «Я такого не слышала. Не слышала». «Не видели, да?» «Нет, я от вас первый раз такое слышала». «А вы продаете, не попадалось на глаза?» «Нет, нет. Нет, не попадалось. Это у нас старые карточки, они продаются постоянно. Делает наша Украина». Политическая опечатка была именно в русском варианте игры. Его как раз и не удалось найти ни на одной из торговых точек и магазинах. Видимо, реализаторы успели избавиться от скандального товара, если он у них был из-за шумихи. Самое интересное, что на фейковом варианте карточек значится украинское издательство «Вундеркиндс Пеленок». Для того, чтобы разобраться и понять, была это ошибка или намеренный шаг, пытаемся связаться по контактным телефонам, указанным на сайте. Ближе к вечеру появилась неподтвержденная издательством официально информация о том, что опечатку якобы допустил дизайнер, за что и лишился работы. Веленмода, Олег Мартынюк, агентство телевидения новости. И в управлении проще, и топливо потребляют в разы меньше. В ХПИ показали первую на постсоветском пространстве гидравлическую трансмиссию. Конструкторы говорят, что в 2017 году экономичные трансмиссии могут пойти в серию по цене в несколько раз ниже, чем зарубежные аналоги. Евгений Пилипенко увлекается техникой с детства. Про таких, говорят, родился с гаечным ключом в руках. Закончив магистратуру, он продолжил обучение в аспирантуре, чтобы развивать украинскую науку. Когда молодому ученому предложили присоединиться к команде, работающей на тракторной трансмиссии нового поколения, он не смог отказаться. Я являюсь уже большой частью конструкции данного проекта. Значит, вложено очень много сил, бессонные ночи, ведь что как сделать, либо так, либо так, это занимает очень много времени. Евгений добавляет, что участвовал в разработке чертежей и рассчитывал компоновку новой гидравлической трансмиссии. Работа над ней велась с начала 2000-х годов. Руководитель проекта говорит, что такая техника уже используется за рубежом примерно с тех же времен, но руководство ХТЗ согласилось реализовать проект только в 2010 году, и стороны подписали полумиллионный контракт. Но в 2011 году оказалось, что у завода нет денег на проект. Вернулись к разработке только спустя два года, закончили за 9 месяцев, а в сезон полевых работ провели испытания трансмиссии, первой на постсоветском пространстве. В 2015 году, если исторически говорить, мы уже выехали на испытания. Все лето и осень, и весну мы испытывали в хозяйстве Строганова и в хозяйстве элитном. Получили очень хорошие результаты, довольны этой трансмиссией. И, в общем-то, заготовили на заводе 12 комплектов. В сравнении с трактором старого образца, техника с новой трансмиссией упрощает работу водителя и потребляет меньше топлива. При этом ее цена будет в 7 раз меньше, чем у зарубежных аналогов. Конструкторы говорят, что в дальнейшем трансмиссию можно будет модернизировать. Были выявлены режимы, которые позволяют экономить топливо еще больше. Сейчас Владимир Борисович говорил об экономии 10-15% для данной трансмиссии. Но трансмиссию можно модернизировать и этот показатель улучшить еще. Еще на процентов 5-10. В 2017 году ученые планируют запустить мелкосерийное производство на вновь работающем тракторном заводе. По предварительным расчетам, цена трактора, оснащенного такой трансмиссией, не превысит миллиона гривен. Артур Рязанов, Михаил Воронков, агентство телевидения новости. На этом у меня все. Больше новостей на нашем сайте atn.ua. В студии работала Оксана Пилькина. Всего вам доброго и до свидания.